В эфире информационная программа «Панорама Севера». В студии Денис Куклин. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 36-й федеральный закон предполагает вариативность в организации местного самоуправления. То есть, разрабатывая региональный закон, правительство области может сохранить проверенную временем систему всенародных выборов мэров, как руководителей городских администраций. В Архангельску усиленно навязывается назначаемый сверху сети-менеджер. Если такое решение будет принято, город ждут большие потрясения. Изменения идут каждый год. Нам не дают в спокойном режиме работать. Хотя бы, я говорю, лет 20 спокойствия не меняли бы ни правила игры хотя бы, да? Там, как избираться, как не избираться, как-то в районы явить, как мэров избирать. Дали лет 20 спокойной бы жизни. Исторический Архангельск, не знавший крепостного права, всегда имел выборные органы самоуправления. Достаточно вспомнить знаменитого Якова Лейцингера, который избирался городским головой четыре раза. И губернаторы тогда были мудрее. Не навязывали городу назначаемых земских начальников. Все мы жители Архангельска. Все мы его любим и ценим. Большинство из нас – жители Архангельска. И Архангельска – особенный город. Он силен в своей истории, в городе, в чём-то говорить, где татары до нас не дошли и прекрасного права у нас не было. Позицию своих коллег из Архангельска поддерживают представители Новодвинска и Приморского района. Придумывать колесо-то не надо, оно давно и заведено. Мы чего народ-то пугаем и путаем различными реформами? Нам что, некуда дикие девать, что ли? Я целиком полностью поддерживаю и городскую думу, и исполнитель власть города Архангельска, нашего областного центра. Прямые выборы должны быть, жильтарная система должна быть. То есть принять закон так, как сегодня его сверху установили федералы. То есть дайте нам возможность, а мы сами в своих уставах определим, будем мы выбирать прямыми выборами, либо непрямыми. Всё, больше нам ничего не надо. Немаловажно, что принятие закона так или иначе потребует возвращения к вопросу о межбюджетных отношениях. Ведь главным в реформе местного самоуправления является адекватное финансирование полномочий, возложенных на муниципалитеты. Если налоги будут по-прежнему уходить из города, то любая реформа окажется денежно неподкреплённой. Необходим не только исчерпывающий список полномочий муниципалитета, но и обеспечение каждого из них финансами в полном объёме. Есть у нас 680 миллионов рублей или 3 копейки. Мы должны чётко сказать, вот это делает администрация области, вот это муниципальное образование города, это муниципальное образование первого уровня. И под это дать деньги. А может получается так, денег нет, раз денег нет, надо отдать муниципальному образованию. Пусть нам с него спрашивают. Вот это такая всеобщая обмана, его надо прекратить, раз и навсегда. Сказать, вот граждане, всё, вот бюджет опубликует, всё, у нас есть 3 копейки. Мы расписываем чёстко, и муниципалитеты отвечают вот за это. И под это у них эти 3 копейки есть. А если даже за эти полномочия, мы же уже не раз ставили вопрос мэра городов о том, что, хорошо, покупка, пример один, не буду задерживать внимание, значит, пример, покупка квартиры детям-сиротам, да? Ну, ваши полномочия, у вас есть деньги под это, так вы покупаете. Нет, потому что купить эти квартиры невозможно, практически. Давайте мы это отдадим муниципалитетам, и пусть они будут за это отвечать. Программа ветхого аварийного жилья, я не то, что отказываюсь, мы там с проблемами строим и построим её. Программа-то чья? Региональная. Так сказать, муниципалитеты не справляетесь. Так мы сейчас к себе её возьмём обратно, она программа наша, вам ничего не дадим, всё построим, и в нос вам утрём. Мы вот, ну почему так не поступает? Да потому что всеобщий вот этот обман, надо на кого-то повесить, знаете, стрелочника. А стрелочники в лице муниципальных образований. Так вот, должны быть чёткие полномочия, и под них чёткие деньги. Проект нового областного закона об организации местного самоуправления планируется вынести на рассмотрение регионального правительства. Какая модель местного самоуправления будет выбрана, решат региональные депутаты. Но ни один из вариантов, предложенный законом, не является обязательным. Таким образом, нынешняя модель, выборность мэра, депутатов и единый городской округ может и должна остаться без изменений. Это будет соответствовать целям, для которых и существует местное самоуправление, а также букве главного закона, Конституции, где чётко прописано. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Артемий Заварзин, Алексей Карельский, Ольга Красулин, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Завтра исполняется 23 года со дня образования отдела специального назначения УФСИН России по Архангельской области «Силуч». На сегодняшний день в подразделении состоит около 100 бойцов. Даже накануне своего юбилея сотрудники отдела специального назначения продолжают тренировки. Одну из них посетила Екатерина Грицыенко. Внимание, объявленный угол кантрия, Алексей Сбор. По таким позывным сотрудники спецназа узнают о задании. Захвачено транспортное средство. Внутри два террориста и один заложник. По прибытии на место спецназовцы блокируют возможность выезда. Бойцы занимают позицию. Синюю газель встречают автоматной очередью. Из машины выталкивают людей. Тут не разобрать, кто преступник, а кто жертва. Потому силу применяют одинаково ко всем. Синяки пройдут. Главное – спасённая жизнь. Пока это только учения, но никто не знает, когда эти уроки могут притвориться в реальность. Цели наши – это обеспечение безопасности, правопорядка в учреждениях УФСИН по Архангельской области. Действия при чрезвычайных обстоятельствах, которые могут возникнуть в учреждениях, подвергаться нашему управлению. И постоянная боевая готовность и выучка из состава в месте постоянной дислокации. Разрешить возникший конфликт, то есть высвободить заложников из рук преступников, бойцы должны из земли и с воздуха. Вот сотрудник спецназа исполняет элементы высотной подготовки. Так ходить по стенам придётся, чтобы внезапно нейтрализовать террориста, появившись из окна. Впереди у троих из сотрудников отдела не менее серьёзные испытания. Они отправляются в Иркутскую область, чтобы получить право носить краповый берет – предмет исключительной гордости спецназовца. Для меня это в первую очередь сделать вызов самому себе. Независимо от того, как сложатся обстоятельства и как Господь даст повеление, я хочу просто проверить себя и сделать всё возможное для своего отряда, для отряда СИУЧа. Ну и для себя это очень знаковый элемент военной атрибутики. Для нас, обычных людей, происходящее больше походит на съёмки боевика, а для бойцов спецназа это рабочая обстановка. Тренировки проходят пять раз в неделю. К чрезвычайным ситуациям в местах лишения свободы нужно быть готовым в любую минуту. Понять, насколько тяжёлая ноша ложится на плечи бойцов, довелось и нашей съёмочной группе. Экипировка весит 16 килограммов. Мне не то, что пройти полосу препятствий, в ней даже ходить тяжело, но я всё-таки попробую пройти испытания. Кстати, из ста человек отряда только одна женщина, она психолог. Похоже, такая нагрузка не для слабого пола, не говоря уже о моральной составляющей. А вот бороться с нервным напряжением спецназовцам помогает чувство плеча. Бойцы утверждают, даже единообразие формы и амуниции служит сплачиванию отряда. Недаром эмблемой отдела выбран тюлень СИУЧ, символ мощи, достоинства и, конечно, боевого братства. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Архангельской области стартовала акция «Ребёнок – главный пассажир». Инспекторы ДПС проверяют, есть ли в автомобилях детские удерживающие устройства. Как жители Новодвинска следят за безопасностью маленьких пассажиров, расскажет Ирина Кузнецова. За пять месяцев этого года на дорогах региона произошло 86 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых трое детей погибли. 46% пострадавших – это пассажиры автомобилей. При перевозке детей без данных удерживающих устройств, в случае какой-то нештатной ситуации, ДТП, либо резкой остановки автомобиля, ребёнок получает довольно-таки серьёзные травмы. Поэтому обращаем внимание родителей, а также водителей, перевозящих детей, чтобы они использовали обязательно эти устройства, даже при кратковременном перевозке. Инспекторы ГИБДД проводят массовые проверки автомобилей в местах, где наиболее вероятна перевозка несовершеннолетних. Это детские сады, поликлиники, торговые центры. Цель акции – уберечь маленьких пассажиров от травм и напомнить родителям о правилах перевозки детей. Трое-годовалому Степану на переднем сидении рядом с папой интересно и не страшно, ведь его родители заранее позаботились о здоровье своего сына и с самого рождения приобрели детское автокресло. Дети должны обязательно пристёгнуты быть в детских креслах, чтобы соблюдать технику безопасности, провозить детей в автомобилях. То есть, если ребёнок сидит спереди, то тоже обязательно нужно детское кресло. И сзади, соответственно, тоже два ребёнка, два кресла. По закону перевозить детей в специальном устройстве необходимо с рождения и до 12 лет. Штраф за несоблюдение этих правил сейчас составляет 3000 рублей. Эта сумма соразмерна со стоимостью недорогого автокресла. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют не пренебрегать жизнью и здоровьем своего ребёнка и позаботиться о его безопасности заранее. В Ильинском кафедральном соборе, одном из крупнейших и старейших храмов поморской столицы, по богословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, начался ремонт помещений второго этажа. Как подчеркнули в епархии, ремонтные работы не помешают совершению богослужений. Со второго этажа уже вывезли резницу, утварь и мебель. Старые деревянные полы и перегородки попросту начали гнить. В последний раз ремонт здесь делали в 70-е годы. Как очевидцы свидетельствуют, приносили доски, которые уже были в употреблении, потому что другого ничего не было. И даже по ночам делали этот ремонт. И всё пришло, конечно, в состояние ветхости. И вот мы взяли на себя этот подъяли труд, как у нас говорят, для того, чтобы преобразить не только храм снаружи, но и внутри. На втором этаже Линского собора будут заменены системы отопления и освещения. Кроме того, специалисты проводят экспертизу его стен и фундамента. Срок окончания работ станет ясен после утверждения проекта реконструкции помещений. Новая пенсионная формула Обязательно, потому что я без пяти минут пенсионер. И как относитесь к этим изменениям? Ну, трудно сказать положительно, но не скажу, что и отрицательно. Надеюсь на лучшее. Когда пенсионный возраст всё-таки придёт, получите ли вы пенсию в связи? Знаете, я как-то думаю, пока над этим не смысл задумываться. Вот я живу сегодняшним днём, завтрашним максимумом. Да нет, конечно. Да думаю, на государство особо надеяться не стоит. Прежде всего на себя. Нет, не слежу в силу ещё своего, так скажем, достаточно молодого возраста. И особо никакие реформы нет. Веры нет никакой. То есть пока я далека от этого вопроса. А вообще вы надеетесь на то, что получите пенсию? Ну, вообще надеюсь, конечно. Надежда умирает последней. Но веры, веры какой-то серьёзной нет. Постоянно не слежу. Ну, знаю, что в феврале должно быть повышение, в 2015 году. И в апреле ещё незначительно тоже. Нет, совершенно не верю, не интересуюсь, не слежу за изменениями. Я отчисления не веду в этот фонд, потому что смысла в этом никого не имею. Отчисляю я, наверное, 10 рублей, я получу потом копейку. Далее выпуски новостной дайджест. Коротко о самом главном. В минувшую субботу на Соловецкий архипелаг прибыл предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. В ходе визита он осмотрел ход реставрационных работ в Спасо-Преображенском монастыре и монастырских скитах. 17 августа патриарх посетил Голгофо-Распятские и Троицкие скиты на острове Анзерб. Затем состоялось рабочее совещание по вопросам развития Соловецкого архипелага. Во вторник представитель Русской православной церкви вылетит обратно в Москву. По данным мониторинга, в Архангельской области зарегистрировано около 7 тысяч человек, обратившихся в связи с укусами клещей. Из них 1194 – дети. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Вельском, Няндамском, Устьянском, Конорском районах. Отмечено 60 случаев с окончательным диагнозом клещевой вирусный энцефалит у 53 взрослых и 7 детей. Министерство образования и науки Российской Федерации вносит изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации. Выпускникам девятых классов, которые не справились с обязательными экзаменами по русскому языку и математике, а также выпускникам, чьи результаты были аннулированы, предоставляется возможность еще раз сдать экзамены в период с 8 по 30 сентября. В Архангельской области экзамены планируются в следующие сроки – 20 сентября математика, 23 сентября русский язык. Дополнительно будут организованы повторные испытания по этим же предметам 30 сентября. День города Новодвинска 30 августа состоится одной из самых ярких мероприятий – традиционный конкурс красоты. Десять обворожительных красавиц поборются за главный титул. Участницы уже начали активную подготовку к конкурсу. На одной из репетиций побывала съемочная группа новодвинского телевидения. Правильные шаги, повороты, пластика, репетиция дефиле девушкам дается не так-то просто. При этом надо уметь не только мило улыбаться, но и устоять на высоких каблуках. Но этим красавицам уже ничего не страшно. Они прошли жесткий отбор и стали самыми лучшими для участия в конкурсе «Новодвинская краса». Десять усервативных девушек будут участвовать в этом конкурсе. Критерии отбора, как в любом конкурсе, это, конечно, в первую очередь внешние данные, определенный рост, размеры, скажем так. Желающих было достаточное количество, было из каких девушек выбирать, но в итоге осталось десять самых активных, самых желающих, самых целеустремленных. Я думаю, что вы их увидите именно 30-го числа в 6 вечера. Конкурс красоты будет состоять из шести заданий. Это как традиционные – выход в вечерних платьях, дефиле в купальниках, так и новые – оригинальные. Организаторы решили сделать конкурс в этом году намного зрелищнее и интереснее. Участниц ждет литературная гостиная, где девушки будут читать стихи, арктический флешмоб и пижамная вечеринка. Сейчас красавицами занимаются профессиональные хореографы и режиссеры. Открыли плечо. Раз, два, три, четыре. Все по восьмеркам. Возраст участниц от 17 до 25 лет. Среди них студентки, работники торговли, медицины, культуры, шоу-бизнеса. Независимо от профессии, эти девушки все любят сцену. Кому-то хорошо держаться на ней не составляет труда и вовсе. Я привыкла просто работать на сцене, поэтому для меня особого труда это не составляет. Выйти на публику, что-то сказать, донести до зрителей свой позитивный заряд, свою энергию. Поэтому я думаю, что для меня это просто лишний опыт. Мне кажется, что каждая девушка, когда идет, рассчитывает на победу. Ну, посмотрим, что покажем. Будем надеяться, конечно, на лучшее. На каждом этапе участниц будет оценивать строгое жюри. Впервые в состав его войдет директор конкурса «Мисс Архангельск» Сергей Пономарев. Это придаст новодвинскому мероприятию особый статус. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 16 августа на телеканале ПС состоялась прямая трансляция спортивно-оздоровительной акции «Выше своего предела». Акция прошла в рамках реализации летнего молодежного марафона «Здоровый Архангельск» на набережной Северной Двины. Во время праздника все желающие смогли принять участие и испытать себя на 20 активных площадках, среди которых сальса, джамперы, роллеры, русский жим и другие. 17 августа на телеканале ПС в прямом эфире прошел турнир по уличному баскетболу. Для зрителей и спортсменов была организована разнообразная развлекательная программа – брейк-данс, батл, спортивные конкурсы. Участниками турнира стали игроки из столицы Поморья и Архангельской области, организаторы – Центр развития массового спорта. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. Архангельский водник готовится к новому хоккейному сезону. Сегодня команда провела первую тренировку на ледовом поле Дворца спорта. О том, как команда готовится к своему юбилейному сезону, расскажет Инга Швецова. Раскатка, передачи и двусторонняя игра. Вот план первой тренировки на льду, который предложил рулевой водника Олег Батов. Наставник желто-зеленых доволен физической подготовкой спортсменов и той атмосферой, которая царит в команде. В будущее смотрит с оптимизмом. В юбилейный год, наверное, хорошо выступить хотелось бы. Чтобы ребята играли и собирали много болельщиков на трибуну, самое главное. И выиграли в каждой игре. В новом сезоне практически все ведущие хоккеисты водника продлили контракты с клубом. Есть и приобретения. Состав команды пополнился пятью игроками из Красноярска, Первоуральска и Хабаровска. Ребята все хорошие, все играющие, из хороших клубов пришли. Поэтому команда, скажем так, усилилась. И усилились мы. Центральные полузащитники у нас пришли, и полузащитники, и защитники. Поэтому, скажем так, команда на данный момент хорошо сбалансирована. И я думаю, что, наверное, все будет хорошо. Первым приобретением водника в межсезонье стал защитник Дмитрий Разуваев из Первоуральска. Для большинства архангельских болельщиков Дмитрий запомнился на стадии 1-8 финала чемпионата России, как один из штатных пенальтистов уральского трубника. Хоккеист отмечает, как только поступило предложение стать членом архангельской команды, согласился, не раздумывая. Вышли на лед, занимаемся своим любимым делом, вспоминаем все навыки, полномерно готовимся к кубку и к чемпионату страны. Хороший коллектив, амбициозный. То есть, всем есть кому что доказывать на поле. И прошлогодний результат это был не случайность, а чтобы в этом сезоне доказали, что это была закономерность. Уже на будущей неделе, 31 августа, архангельские хоккеисты отправятся в Ульяновск, где проведут первую игру в рамках Кубка России. Нашим соперником будет Красногорский Зоркий. Инга Швецова, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В заключении выпуска информации о курсе валют на 18 августа. По данным Центробанка, на 19 августа доллар США 36 рублей 3 копейки, евро 48 рублей 24 копейки. Это была Панорама Севера. После выпуска новостей смотрите пресс-конференцию прокурора Архангельской области Виктора Насеткина по итогам работы прокуратуры за первое полугодие 2014 года. А я, Денис Куклин, прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. В Вельске 19 августа будет облачно с прояснениями, без осадков, плюс 21-22. В Котласе малооблачно, 21-23 градуса тепла. В Мирном во вторник переменная облачность, плюс 19-21. В Новодвинске облачно с прояснениями, плюс 20-22 градуса. В Архангельске 19 августа будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 8-11 днем, плюс 21-24 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Субтитры предоставил DimaTorzok